Варгейм Рос. Солдатики. История и моделизм. Варгейм Рос. Этот фильм является продолжением серии видео о детских играх из долёте 90-х годов 20-го века. Мы с братом создали свой игровой мир, в котором были города и государства, битва и экономика, строились дворцы и крепости, создавались произведения искусства и многое другое. Мы вели летописи этого мира. Также мы не выбросили со временем свои детские игрушки, но благодаря этому теперь мы можем воссоздать то, что происходило почти 30 лет тому назад. В наших фильмах мы подошли к тому, что Русь и её союзник Рим готовились отражать вторжение огромной греческой армии и их союзников. Предстояло битва народов, в которой все имеющиеся у нас солдатики должны были сойтись в беспрецедентном сражении. Откуда мы взяли эту идею? Окунёмся в историю, а потом опять перейдём к пластелинным войнам. Кто не хочет смотреть исторический экскурс, пролистайте фильм немного вперёд. В 90-х годах в страну захлестули всевозможные секты и религиозные проповедники. На каждом углу раздавались брошюрки с рассказами про ад и рай, в том числе про конец света. Даже в школу приходили представители различных религиозных учений и весь класс собирали на их лекции. Странно всё это вспоминать, так как родители об этом не ставили в известность. Просто проводили агитационную лекцию как урок. Так пропагандировали прямо в школе свидетели и еговы, запрещенные сейчас в России тоталитарные секты. Они раздавали красивые книжечки о религии и истории. Отметились и ивановцы, продвигающие культ закаливания. Они увлекались обливанием водой до такой степени, что адепты сект иногда умирали, в том числе и дети. Приходили эгидеоновые братья. Они дарили всем новый завет. Такие вот синие книжечки. Это была не секта, а межрелигиозное объединение, состоящее в основном из протестантов. При этом они раздавали синодальную библию, признанную РПЦ. Религиозных сект в то время было множество, оценочно 5-7 тысяч. Но стоит забывать и про телевидение. Тогда интернета не было и информацию черпали, в основном из печатной продукции и по телевизору. Советские люди были приучены, что если написана книга или вышла телепередача, то она цензурирована и лютой дичи в ней быть не может. То есть, все, что написано или сказано по телевизору, есть правда. Но в конце 80-х, а тем более в 90-х годах 20-го века, это правило перестало работать. По телевизору что только не показывали. Мультампередачи по типу, наподобие современных военных тайн Прокопенко, анунаки, рептилоиды, обитатели планеты Нибиру, наухронисты Фоменко и Носовский и многие другие. Даже сейчас, когда уже есть нормальные интернет-каналы и масса книг, опровергающих о лже-науку, не все люди способны отличать, когда им откровенно врут или говорят правду. Что уж говорить про 90-е, когда опыта у наших сограждан почти не было. Какая же каша в голове из науки и антинаучных баек видим в нашем детско-подростковом сознании? Из всех этих разношерстных источников мы подчеркнули информацию о битве народов или Армагеддоне, битве Судного дня, которая произойдет перед концом времен. Ну что ж, вернемся в детские игры. В середине лета 1995 года настал тот мир, когда две огромные силы готовы были вступить в последний бой этого мира. Фото битвы и видео не существует, так как в то время у нас не было таких возможностей. Спустя примерно 10 лет мы отсняли реконструкцию битвы, и вы ее теперь можете увидеть. Качество записи, конечно, плохое. Также при этой реконструкции мы не проводили сам бой, а лишь обозначали расположение на поле боя армии. По этой причине на поле боя мы не будем показывать трупы, а рукопашный бой возьмем по возможности из других фильмов. Это, конечно, снижает кинематографическую эпичность той битвы. Чтобы лучше зрителям было понятно, как располагались войска, я покажу карту. На ней изображена комната, в которой мы жили с братом. Она и стала местом поля боя. Слева на карте находились земли греков и их союзников. Справа – русские земли. Это две кровати, на которых мы с братом спали. Это тумбочка на ножках, позволяющая проводить под ней войска. Вот это шкаф. Все противники Руси располагались в этот период в коробках и хранились под кроватями, и не выставлялись на местности. В то же время русские имели города, стоящие на полу. Тут был город Сельзинь. Его план неизвестен, но, видимо, он выглядел так, как на этой реконструкции. Домики и кольцевая дорога через весь город. Крыш на домах нет, так как условно нами считалось, что они есть. Это позволяло перемещать фигурки внутри домов. Рядом был город Новгород. Вдоль центральной улицы шли жилища. Часть стенок домов сделана из бумаги, так как к моменту реконструкции пластмассовый конструктор, с которого были сделаны стены, был частично нами утрачен. Тут был город Скруджа. Рядом с ним Лаборантная. А далее огромный город, называемый Зайцевым. Это была столица нашей Руси. Город защищала крепостная стена. Первоначальный план битвы состоял в том, чтобы защищать каждый город отдельно от войск вторгающихся врагов. Разыграть типы вторжений монголов на Русь 1237 года. Но подумав немного, мы решили, что это может привести к тому, что греки заблокируют по отдельности русские войска и истребят их по одному. Тогда мы разработали план выдвижения русских войск в земли греков. Там не было городов и бой предстоял в поле. Но оценив возможности русских войск, мы пришли к выводу, что войска сильно растянутся по фронту. Если русская пасмасывая конница и погасит такую же по классу татарскую кавалерию, то македонская фанга на своем участке поля боя прорвет русские полки или как минимум причинить серьезнейший урон. Германские воины будут на равных сражаться с русскими, а то и получше, так как у них 85 пехотинцев имеют добротные доспехи. К тому же их может поддержать в бою рыцарский орден с 35 бронированными бойцами. Но и что делать в открытом полевом сражении против греков было совсем непонятно. Со 25 тяжело вооруженным пехотинцам русские могли противопоставить, как оказалось, порядка 50-60 бойцов, имеющих гораздо более легкую защитную экипировку. К тому же у русских вообще не было железных мечей. Опыт прошлых битв говорил нам о том, что в полевом бою греки способны бить врага в соотношении 1 к 3 или даже лучше. Окружить греков на открытой местности будет практически невозможно. К тому же возникли бы сложности с тем, как вести бой. Ведь битва велась нами при помощи наших рук и требовалось учитывать свои физические возможности, чтобы банально доставать руками до любой точки поля боя. А при таком масштабе поля боя с этим будут проблемы. Так как мы всей душой болели за русских, то давать сражения в условиях гарантирующих поражений для них мы не стали. Причина было дать бой между кроватями. У нас вообще-то считалось, что между кроватями как бы море, и оно разделяет два мира, русский и греческий. Было решено убрать коврик, который находился между кроватями, и считать эту территорию сушить. По фронту поле боя составляло 93 см. К тому же лежа на кроватях было легко доставать руками до всех бойцов, которые бы принимали участие в сражении. Это было важно. Но даже в этих условиях мы решили дать русским дополнительную защиту. Было выстроено три линии укреплений. Первая стена строилась уступами. Это позволяло поражать врага в спину и в бок, если он проходил мимо наступающей кистей крепости. Вторая линия укреплений была прямой и попроще. Третья только частично перекрывала поле боя небольшими баррикадами. В летописи нами была нарисована реконструкция стены, но при реконструкции битвы, выставляя ее на местности, нами было установлено, что выступов было не три, а четыре. Рисунок из летописи делался по памяти спустя несколько месяцев после реальных событий, и поэтому имел ошибку. Русские войска мы выставили, исходя из их боевых характеристик, а не по городам. Получилась сводная армия. Все пластмассовые войска были отведены в резерв на левом фланге. Рядом под кроватью было небольшое пространство, где расположился в резерве отряд римлян. Это было порядка 150 бойцов. В центре стояли баррикады, которые обороняли порядка 10 бойцов. Справа располагались порядка 50-60 отборных воинов. Далее располагался отряд, обороняющий вторую стену. Впереди располагались основные силы в количестве около 470 бойцов и плюс отряд из 65 бойцов, которые подошли к ним на помощь чуть позже в ходе боя. Можно видеть, что мы применяем классическую схему для наших битв. Своебразная схема Куликовской битвы из книг, учебника по истории и советского мультфильма «Лебеди не предвы», который на нас произвел неизгладимые впечатления на всю жизнь. Его эпичность, масштабность и трагизм волновали наши юные сердца. Разумеется, для Армагеддона мы выбрали построение русских как на священном в Великовом поле в надежде, что это принесет успех. Кто еще не видел этот мультфильм, а особенно молодежь, обязательно посмотрите. В нем мощный и продуманный сюжет, музыка, которую берут за душу. Сейчас в подобных произведениях искусства мало кто делает. Ссылочку оставлю в описании к этому фильму. Мы, конечно, знаем, что построение русских, изображенное в учебнике, было лишь плодом воображения авторов. Археолог Олег Дуреченский с группой единомышленников обнаружил в начале 21 века место Куликовской битвы. И по характеру археологических находок можно предположить то, как шла та Великая битва. Данные летописи подтверждаются лишь частично, но это отдельная большая тема. Но тогда мы этого не могли знать. Греческие войска были построены следующим образом. Слева стояла македонская фаланга, а за ней отряды ее поддержки, состоящие из македонцев, пеших пластилиновых татар и германцев. За ними шли бойцы рыцарского ордена. Справа располагалась кавалерия татар, германцев и греков. За ними пластмассовая татарская пехота. Далее шли четыре манипулы германского региона. И за ними пехота выстрелена в четыре шеренги. Это были греки. Перед войском мы расположили два орудия. Запас стрел был не очень большим. Эпическая битва началась с поединка. Мы тут имитировали Куликовскую битву. В ней, по легенде, воин Мамая Челубей сразился с Иноком Пересветом, которого послал на битву Сергий Радонежский. Если орденец был в полном доспехе, то Инок вместо брони имел крест на груди. Историки спорят, был ли вообще этот поединок. Если был, то каков был его результат? Мы в то время про такие споры ничего не знали. В официальной версии Пересвет победил, но получив смертельное ранение, доехал до своих и умер. Челубей пал на месте сшибки. Тем самым, поединок предвещал победу силам московского княжества, но дорогой ценой. В нашей битве от греков вышел бронированный кавалерист. За русских выступил воин верхом на олене. На реконструкции этот боец сейчас имеет тоже доспехи. Но во время той битвы у него из брони была только пуговица на груди и меч, сделанный из старого лезвия от бритвы. Пробить им доспехи было невозможно. Воины сошлись в схватке. После нескольких сшибок русский победил. Видимо, длинный пик, прикрепленный к оленю, ему удалось нанести удар под забралок греческого шлема. После этого начался короткий артиллерийский обстрел русских позиций. Сбиты были несколько зубцов на стенах и убито два воина. Очень скромный результат. Если эти орудия зарядить карандашом, то вполне можно было развалить стену, пробив брежи. Но бронебойных снарядов у греков не было. Атаковать конницей стену было невозможно. И она расступилась пропустить вперед пехоту. Зачем мы построили греческую армию заведомо неверно? Лично мне сейчас кажется, что изначально для боя мы построили греков. А потом уже начали строить русские войска. При этом мы вскоре, видимо, поняли бесперспективность вступления в бой в чистом поле. И разобрав крепостную стену Зайцева в города, выстроили полевые укрепления. Поэтому конница татар оказалась перед крепостной стеной, которую она не может эффективно штурмовать. Да и к тому же без осадной техники в виде осадных башен или лестниц. И поэтому они пропустили сначала вперед пехоту, а потом пошли в бой уже сами. Штурм крепости проходил таким вот образом. Крупные зверюги подходили к стене и по их спинам в бой шел десант. По мере ее гибели в бой втягивались все новые и новые отряды. Татары, подходя к укреплениям, строили насыпь из своих тел и по ним шли вперед. Когда появлялись у них убитые, то живую насыпь заменяли на трупы. Русские втягивали в бой за крепостью больше и больше своих сил. И через некоторое время крепости стало не видно, так как она была погребена массой мертвых тел, на которых шел яростный бой. Гора трупов росла. На реконструкции мы этого, конечно, не увидим. В жесточайший бой втянулась основная масса войск обеих армий. Греческая коалиция потеряла примерно 460 бойцов. Русские недосчитались 470. Это оценочные суждения, исходя из общего хода боя, так как в бою такого учета мы не вели. У греков остались самоотборные войска. Это было 125 тяжелой греческой пехоты, 85 бойцов германского легиона и 35 воинов рыцарского ордена. Все они были в доспехах. Практически 250 воинов в доспешной рате. У русских осталось порядка 370 бойцов, из которых 65 были так называемой нами мелочью. Боевая ценность у них была очень низкая. Остатки русских войск с первой стены перебрались на вторую. Их было буквально 5-10 бойцов. Поле боя некоторое время было ничейным. Началось медленное выдвижение германского легиона и рыцарей на боевые позиции для штурма второй стены. Блестящие латами шеренги размеренно надвигались на русские позиции. В этот момент в трупы, покрывающие первую стену, мы завели 65 бойцов этой самой мелочи. Они рассредоточились по всему полю боя. Наступать по трупам, сохраняя строй, было проблематично. И рыцари, и идущие за ними германцы, потеряли строй. Этим воспользовались эти маленькие бойцы, нападая на врага из-за укрытий или группами. Слабые бойцы сумели выбить, по сути, всех воинов рыцарского ордена и некоторых германцев. Но и сами понесли большие потери. Из их отряда выжило всего 11 бойцов. Но даже при таком раскладе у русских было мало шансов на успех. Соотношение сил было примерно 310 русских к 210 воинам греческой коалиции. В чистом поле эта бронированная масса, вооруженная мечами из жести, могла уничтожить до 450 солдат врага. Германцы вынуждены были штурмовать укрепления. Они стену взяли, но полегли при этом почти все. 80 германцев разменяли на сотню русских. Такое соотношение потерь клонило чашу весов в сторону русских. Но в бой вошла греческая пехота. Русские отошли к баррикадам. Мы видели, что греки тотально превосходят русских по силе. Поэтому сделали так, что как будто бы греческое командование совершило тактическую ошибку, послав практически всю пехоту в бой на остатки русских, при этом не позаботившись о нормальном прикрытии права своего фланга. То есть они выставили слишком малое хранение. В этой ошибке было и логическое обоснование. Греки не знали о существовании союзной римской армии, которая сражалась за русских. При этом греки сильно столпились, атакуя русских, что лишало их маневренности. Если бы армией командовал я, то так плотно войска не поставил бы, чтобы иметь маневр на поле боя. При этом греков в лоб атаковали отборные русские части. Они были частично вооружены наподобие македонской фаланги. Правда на спинах крупных зверей практически не было десанта, так как бойцы уже полегли на двух предыдущих рубежах. Первый удар этой пехоты был сильным. Это была отчаянная и яростная атака. Атака, в которой выжить шансов практически не было. В ходе рукопашного боя мы обнаружили, что летняя жара несколько размягчила пластилин. Как раз была середина дня. Некоторые сверхкрупные русские бойцы были не так подвержены размягчению, так как были сделаны из пластилина более жесткого. И они, вступая в бой, стали давить ногами греков. Доспехи против такой атаки не помогали. Греки потеряли ранеными и убитыми порядка 20 бойцов, к тому моменту, как русские гиганты пали. При этом они сломали строй греков, и это помогало легче поражать одиночных воинов. Эта отчаянная рубка позволила сдержать напор врага. И тут же, не дожидаясь разгрома правого фланга, в бой пошел резерв. Из профессиональной конницы и римской пехоты из засады. Большие потери греков вызвали эмоциональный подъем у нас. Мы почувствовали, что русские смогут победить. Слабый заслон был прорван. Греков загрудили в кучу. В окружении они стали нести существенные потери. Бой был ожесточен. Из отборной русской пехоты в живых осталось только 10 бойцов. То есть погибло 50. Пластмассовый резервный отряд недосчитался 35 воинов. Плюс к этим потерям надо добавить еще какое-то число бойцов, прикомандированных к ним и из других городов. Это дает нам 10-15 погибших, как минимум. Римляне потеряли 43 бойца. То есть более 2 третей отряда. Потери тех, кто сажался на баррикадах, были несущественными. Русские на последнем этапе боя потеряли порядка 140-150 воинов. Греки – 125. Хотя часть из этих потерь у них приходилось на раненых и пленных. Около 20 греческих пикотинцев попали в плен. Русских осталась лишь небольшая горстка. Поле боя представляло из себя огромные кучи трупов. Около 1400 воинов лежали на поле баррани. Итогом побоища стала победа русских. Потери были достаточно велики для каждой из сторон. Разбирая поле боя, мы находили довольно много раненых. По этой причине потери в итоговой статистике выглядят более гуманно, чем истребление под ноль одной из армий. Из 711 воинов антирусской коалиции пережили побоище около сотни. Раньше мы знали более точные цифры, но они не сохранились до нашего времени. Русских из 840 уцелело порядка 200. Мы делали своеобразные медальки из зеленого пластилина и отмечали всех тех, кто выжил в бою со стороны русских. Также нами белыми медальками из пластилина отмечались герои битвы, сумевшие убить много врагов. Русских таких набралось 19. Среди римлян героев не было вообще. Греков медалями никто не награждал. Разбирая завалы из трупов, мы разоружали воинов греческой коалиции. Примерно 20% брони с греков и германцев были сняты и надеты на русских. Также все железное оружие перешло в руки русских и римлян. По нашим игровым правилам, все вновь появляющиеся материалы для производства оружия и доспехов переходили к стороне победителю, то есть к русским. Греки же, решившись подобных поступлений, не могли теперь восстановиться после поражения. Также русские конфисковали всех коней у греков и германцев, то есть порядка 35 штук. К русским отошли и два орудия с боеприпасами. Тут, конечно, зритель скажет, а зачем вообще был нужен этот бой? Ведь вы его срежиссировали и подгоняли под нужный вам результат. Ну, скажем так, подгонка, под нужный результат, конечно, присутствовала. Все же гарантировать его наступление на 100% было невозможно. Это раз. Два. Это то, что мы так играли и мыслили в то время. Мы сами создавали армии, готовили их к сражениям. Сами вели накопашный бой. Мы знали все эти полторы тысячи воинов в лицо. Буквально, без ошибки, в тот момент мы могли разобрать поле боя и развести всех по своим домам. Получалась всеобразная игра в шахматы самим с собой. Только мы с братом играли в эти шахматы совместно. Эпическое противостояние Руси и ее врагов закончилось. И встал острый вопрос. Что делать дальше? Перевооружать греков и устроить матч-реванш? Ну, то взрослели. Игры в города с экономикой нам казались слишком детскими. К тому же экономическая составляющая этой игры была несбалансированной. И по факту работала очень коряво. Города были демонтированы и обраны по коробкам. Больше они у нас уже не возродятся. Идельный кризис закончился в конце лета. То есть месяца через полтора. Было решено создать новый народ, который мог бы возглавить новый поход на Русь. Появление этого народа навсегда изменит мир пластилиновых солдатиков. И начнется новая эпоха в нашем творчестве. Но тогда мы этого еще не знали. Впереди вас ждут битвы, из которых вы увидите, как некогда довольно примитивная детская игра стала приобретать все более и более сформированный варгейм. А подошли с вами ко второй большой эпохе нашего повествования. Будет интересно. До встречи в нашем канале Варгейм Рус. Субтитры создавал DimaTorzok